смотрите как и обещали снег идет 13 марта я в шоке зима продолжается сейчас только что отвезла кейдана в садик его к 8 никиту к 9 в школу так неудобно туда ехала немножко был гололедец на дорогах а назад ехала уже такая каша и вот эти встречные машины до встречная полоса едет небольшой трачок и вот эта вся грязь снежная мне прямо в лобовое стекло с такой скоростью ударила яж на несколько секунд потерялась я думала какой-то удар произошел что вот такая вот погодка все теперь нужно собирать никиту в школу какие-то уже покушал да сейчас никитку в школу повезу и хочу успеть позавтракать уже кофе один раз попила от у меня уже вторая кружечка кофе и решила с утра свои драники до кушать кашу не знаю может быть попозже будут по делам съезжу вернусь сметанки нет люблю со сметаной да ладно бабочки в моей голове а точнее над моей головой всем привет продолжаю снимать влог но хочу сейчас одну тему задеть и знаете если это будет слишком длинным до видео то может быть отдельно выпущу уже не буду все вместе потому что вчерашняя очень длинная получилось на полчаса но все равно я рада очень многие смотрели много комментариев спасибо вам за комментарии за какие-то там подсказки или за свое мнение сегодня знаете еще хотела задеть такую тему кризис среднего возраста у женщин именно кризис 40 лет так как мне сейчас 42 года да и последнее время во первых очень много видео как-то стало мне попадаться на эту тему но не то что вот прям кризис до какой-то но все равно вот я смотрю это примерно женщины моего возраста там плюс минус 35 45 лет и снимают различные как бы видео на такие темы и я уже как бы так скажем давно да с этим сталкиваюсь может быть в течение там последних нескольких лет последнее время несколько моих знакомых подруг и вот мы вместе обсуждали эту тему иногда это лично в основном это через телефон да через ватсап так как мы живем далеко в разных странах в разных городах что хочу сказать выключу машину знаете вот все ясно что у мужчин у них есть этот кризис среднего возраста его никто не отменял тоже где-то вот наверное в такой период но кризис у женщин в принципе раньше я об этом никогда не задумывалась не знаю может быть мимо ушей пропускала но когда я оказалась сама в этом возрасте дату я поняла что у женщин тоже есть кризис и вот когда мы общались то некоторые мои знакомые подруги тоже сказали что у них да там у кого-то в 35 у кого-то там за 40 начался вот такой какой-то сильнейший кризис которого не было раньше но конечно это может быть в любом возрасте спровоцировать какие-то факторы до какой-то своеобразный кризис но мы именно вот про средний возраст будем говорить знаете я точно не знаю как отнести вот этот возраст да может быть это какие-то гормональные изменения у женщин происходят но может быть и влияет какая-то там ситуация вокруг да которая начинает в это время происходить не знаю что как бы является основным но я заметила да что именно вот сейчас я часто думала и думаю о том что вернись бы в прошлое я бы наверное очень многое поменяла а хотя еще несколько назад я думала что нет меня так все устраивало в моем прошлом да так особо но какие-то может быть моменты конечно мы хотели бы там изменить да но не так сейчас как тот все больше и больше об этом задумываешься вспоминаешь что время и вот думаешь вот то и то то это я бы поменяла к примеру и я очень часто думаю о том что я не получила да там никакого образования живя в киргизии но я закончила лицей на мастер цветовод декоратор и на этом все многие там мои знакомые девчонки они пошли дальше учиться кто-то в техникум кто-то институт закончил но но такие мысли стали очень часто да как бы посещать потом допустим когда выходишь замуж молодая до рожаешь детей и большинство наших женщин мы сидим дома сидим дома потом уже привыкаем наверное сидеть дома год за годом год за годом дети растут а там еще второе то может быть еще и третье и так далее да и у нас это как бы очень развито что женщины в итоге становятся домохозяйками так и годами сидят да мужья тем временем работают там кто-то учится развиваются с там с каждым годом они начинают больше денег зарабатывать а жена как и сидела так и сидит жена по дому все делает дома чистота кушать готовит дети там чистые накормленные до занимается там чем-то но сидит дома ничего она не получают особого какого-то развития и что происходит очень часто да и сейчас вот я слышу даже на ютюбе смотрю последнее время как я сказала этих блогеров которые вот в таком возрасте уже разводятся прожив 15-20 лет в браке и женщины не работали и получается женщина остается у разбитого корыта мужчина там уже стал хорошо зарабатывать у него есть какой-то там капитал квартира до женщина остается как неудел и женщинам очень тяжело столько лет она посвящала себе себя семье и тут получается что все да там развод дети выросли как бы особо никому ты не нужна вся эта твоя чистота в доме вся эта готовка уборка она тоже никому не была нужна так по большому счету скажем я немножко утрирую но в общем так она по жизни получается да и вот женщины тоже в этом возрасте под 40 лет в 40 за 40 остаются одни приходится все как бы самой опять да вот то что мы не успели в том возрасте в молодом сделать мы начинаем вот в этом возрасте работу начинают искать учиться идут куда-нибудь да ну как-то начинают выкручиваться из этих ситуаций потом еще один такой фактор да мне кажется среднего возраста что женщина также посвящавшая там себя семье мужу до часто просто как бы забрасывают что ли себя женщины в браке те кто расположен к полноте очень сильно допустим полнеют перестают за своей внешностью следить да как она там раньше до свадьбы допустим следила и это как бы с годами она растет растет и вроде ну пока все живется все нормально но тут бац и 40 лет и если женщина в таком же остается состоянии да то получается в итоге она опять не нужна мужу мужу надоело смотреть на вечно ненакрашенную замученную там изменившуюся как-то в не в лучшую сторону жену да и вот что я хочу сказать о таких женщинах когда происходит именно развод опять-таки вот в этом сорокалетнем возрасте то у нас у женщин какой-то срабатывает бзык да и женщина опять начинает за себя браться там начинает худеть начинает там я не знаю что-то обучаться чему-то на какие-то там курсы ходить сразу начинает ну помимо там работы до начинает тут за собой вдруг неожиданно следить там больше краситься там какие-то прически новые делать до менять свой облик и как бы женщина прошла этот период 20 лет прожила там в браке да тут вот все пришел какой-то кризис у мужчины у женщины разбежались и женщина опять в новом обличье начинает дальше дальше действовать уже там похорошевшая уже начинает какие-то там новые отношения и знаете вот но к чему я веду эту как бы тему да что женщина мне кажется не нужно забывать о том что она женщина полностью отдаваться семье полностью отдаваться мужу потому что в итоге это может когда-то закончится это обычно заканчивается да поэтому женщине хоть как-то мы привыкли сидеть дома да там семья так далее но все равно нужно иметь какой-то заработок обязательно хотя бы постепенно хотя бы когда уже дети подросли но в семье еще все нормально да обязательно жене нужно вот чем-то заняться таким чтобы приносила доход это вот сейчас очень много социальных сетей которые приносят доход женщинам да они стали это все усиленно раскручивать youtube каналы инстаграм и так далее различные продажи онлайн магазина у некоторых это успешно получается ну или вообще там любая какая-то работа до которая должна должна быть у женщины чтобы вот так вот скажем в сорокалетний кризис не остаться у разбитого корыто да а в 40 лет уже знаете намного сложнее чего-то ну чему-то обучаться там находить какую-то работу это очень тяжело и вот поэтому знаете как то не нужно мне кажется оставаться да вот в таком состоянии очень долго я тоже там долго не работала много лет и у меня как бы не было сожаления но вот сейчас годами с годами уже появилось какое-то вот сожаление что что-то было упущено мной до что ну конечно у меня немножко такая вот еще другая ситуация там соответствии с ребенком вы знаете да и этому много сил посвящается здесь конечно хорошо в америке что ухаживая допустим за своим ребенком ты тоже можешь работать но это не в каждом штате в нашем штате такого нет поэтому я не могу сейчас работать по уходу за своим ребенком но когда ребенку там исполнится 18 лет я уже могу иметь это очень хорошая такая работа до которой хорошо оплачивается здесь медицинская страховка хорошая и соответственно ты все время с этим ребенком да потому что ему будет нужна постоянная как бы помощь это такой вариант как бы у меня идет на будущее да я проецирую ну и какие то есть тоже определенные заработки сейчас есть работа как бы этому конечно я рада но я говорю я немножко вот сожалею о том времени что я что-то упустила да и вот знаете вот я не знаю вот поделитесь кто если не стесняется напишите там свои комментарии вы столкнулись ли с каким-то вот таким кризисом именно вот плюс-минус там 40 лет какие-то у вас новые понимания произошли там или вы там полностью поменяли жизнь сейчас вот девчонок смотрю на ютюбе некоторые там поразводить кого я именно смотрю на ютюбе некоторые поразводились и вот у них началась новая жизнь они тоже в этом же возрасте как и я и так интересно наблюдать идет какое-то вообще перевоплощение человека из одного женщины из одной в другую которой она там или никогда не было или там много лет уже не было такой очень очень как бы вот это ну интересно наблюдать поэтому вот не знаете тоже как тот постоянно я стала ощущать вот особенно последний может быть два-три года вот именно вот это состояние я просто не могла понять что с чем это связано да но в итоге я пришла к тому что все таки у женщин такой же есть кризис как и у мужчин и что как бы с этим не знаю нужно бороться не нужно иногда это тяжело иногда это не хочется но знаете в общем я думаю как бы не нужно забывать о себе раньше думать о том что возможно такое будет и как-то делать какую-то себе подушку что-ли безопасности так скажем просто вот мне жалко некоторых женщин у меня одна знакомая мы как-то с ней еще осенью встретились я ее не видела несколько лет мы с ней учились в школе и сл язык английский изучали у нее четверо или пятеро детей может быть я как-то это рассказывала да и но вот тут будучи конечно в америке она примерно такого нет она постарше сейчас может быть ей уже 45 далее 46 лет и она осталась одна я ее кстати не узнала сначала она очень похорошела когда я ее увидела в магазине ну и так что-то там и стали о чем-то разговаривать а потом она сказала что она развелась с мужем ну я конечно ничего не стала говорить там ну да там посочувствовала все-таки столько детей у них ну хорошо дети уже такого подросткового как бы это возраста и я так посмотрела на нее думаю как она похорошела опять таки вот этот 40 45 летний возраста поменял женщину дал какой-то ей толчок так что вот не знаю вот как вы думаете это какой-то или гормональная такое идет или все-таки это от наших ситуаций жизненных потому что я думаю что все согласятся да что дети вырастая это примерно если мы вышли там замуж примерно к 40 годам то идет и какой-то раскол в семье по любому он происходит кто-то в итоге разводится кто-то там еще что-то делает да кто-то начинает гулять кто-то кто-то решает еще допустим в таком возрасте тоже очень много таких примеров в таком возрасте семьи решают еще родить одного ребенка да чтобы как бы думая тем что это сплотит сплотит и как бы продолжит дальше их брак вот такие вот да как бы разные такие ситуации по жизни происходят и вот я не знаю я сейчас очень очень часто об этом обо всем думаю так что вот хотелось просто какими-то такими мыслями поделиться тоже там пишите в комментариях что вы вообще думаете на эту на эту тему кто-то говорит вот у меня из подруга сказала что как бы ну не существует такого вот как именно кризиса что это просто вот определенные ситуации да ну не знаю каждого свое мнение я считаю что женский кризис также есть также допустим как и у мужчин пожелаю вам всем легко обойти этот кризис в этом возрасте может быть даже и не попасть в него ну вот как-то так буквально мы хотим из кризиса он Продолжение следует...